всем привет на канале sound illumination сегодня маленькое видео посвящено апгрейдами нововведениям которые используются в процессе изготовления поводка корректора dog spotter давайте начнем наверное изначально самого главного и важного это непосредственно сам ошейник корректор почему именно ошейник корректор потому что так и прошлый поводок так и этот главное его преимущество в том что это раздельная конструкция поводка до шейника изначально само кольцо бегунок которая ходит на затяжке по ошейнику его крепеж был с узлом и с таким декоративным плетением крепежа сейчас чуть доработали по той простой причине потому что вот такой вот крепеж не всегда комфортно для собаки сейчас крепеж также надежен там внутри двойной крепеж нейлоновой нитью то есть прошивка сверху еще идет хорошая обтяжка плюс сверху идет обтяжка для хорошего скольжения уже термоусадочкой со второй стороны чуть-чуть доработали вяжем два узла бывает даже три узла но это во первых декоративных а во вторых такой вот вид крепежа кольца которому мы цепляем уже непосредственно поводочек нам дает то что и допустим если мы отпустили собачку на свободный выгул этот ошейник остается на ней и нам нужно взять собачку под контроль вам не нужно как бы подцеплять там поводок все остальное здесь все удобно специально для этого сделано для хорошего хвата вашей рукой работать там непосредственно одним только ошейником работать собачкой то есть как ошейник плюс еще и водилочка такая вот добавляется то есть этот хлястик на самом-то деле не ничем не мешает он не такой тяжелый не создает никакого дискомфорта то же самое время вам удобно работать собачкой материалы которые применяются тоже чуть поменялось раньше мы изготавливали вот с такого материала ошейник но он недостаточно эластичный и процессе работы то есть больше поверхность трения идет кольца соответственно больше идет износ потому устанавливаем более тоньше 6 миллиметров сечение вот это достаточно для того чтобы все было надежно более износостойкий этот материал он более эластичный то же самое время не слишком тонкие чтобы не слишком врезалась при коррекции вот плюс устанавливаем мега надежные кольца то есть с нержавеющей стали как видно они спойные идут полностью то есть на разрыв очень крепкие никак ничего не они не разорвутся не лопнут все будет в порядке в этом плане то есть очень надежно вот собственно говоря то что касается ошейника это все сам непосредственно себе поводок тоже доработали конструкцию во-первых что на крепеже карабина что на крепеже самой ручки вяжем узлы которые очень надежно крепят эту всю конструкцию тоже не разорвется ничего не случится что здесь что здесь плюс улучшили ручку для более лучшего хвата во-первых красиво выглядит во-вторых хороший хват рифленая поверхность само по себе плетение рифленая всегда хват хороший не выскользнет с руки в конце стоит сам по себе узел который тоже как препятствует чуть-чуть как бы соскальзывание вот ну и понятно что вообще для мега надежного хвата вы можете накинуть на руку и перехватить вот так вот и собачка вообще никуда не денется поводок будет всегда у вас на контроле как обычно поводок цвет размер ошейника вы заказываете индивидуально под свою собачку под свои параметры видео есть как мерить ошейник как работать с поводком самим есть видео инструкция также кто не знаком с этой продукции хочет познакомиться поближе есть видео обзор наших первых как бы там модели этого поводка там где полностью все там на собачке показываем принцип работы всегда стараюсь всем людям которые у нас заказывают сказать несколько важных моментов по поводу этого корректора этот корректор то есть он потому и называется поводок с корректирующим свойством корректор потому что он более усиливает вашу работу поводком потому применять его нужно с умом не так что вы не понимаете как это работает вы не понимаете как работать собакой вам кто-то сказал вы взяли там помогло не помогло если допустим вас там не хватает сил дать хорошую коррекцию собаки или вы хотите поработать четко по дисциплинарным командам это вам очень поможет это намного лучше чем строгач намного лучше чем электро ошейник удобнее чем обычная удалка у которой нет вот этого фиксатора вы не можете там разместить в нужной вам зоне шеи собаки вот она постоянно соскальзывает и корректирует не там где надо то есть никакого эффекта не дает только там давит собаку и на этом все заканчивается но если у вас собачка нормально воспитана вы понимаете как работать собакой вас хорошие взаимоотношения всегда рекомендую работать с обычным ошейником обычный ошейник это самое нормальное снаряжение для собак если же вы допустим вот взяли он работает все вы на нем постоянно собаку водите вот собакой не работаете по воспитанию не выстраивайте взаимоотношения с собакой просто на основе этого поводка все ваши взаимоотношения заканчивается то рано или поздно собака привыкнет к этому поводку и она не будет чувствовать уже эту коррекцию то есть есть собаки которые привыкают келектор ошейник они не чувствуют разряд есть собаки которые парфор си привыкает им там натирают просто уже до мяса сдира tree парфор со шеей они не чувствует все равно. Потому не злоупотребляйте. Работайте всегда с умом и с пониманием дела. Что вы делаете? Если вас заинтересовал данное изделие, есть еще много видео на моем канале. В конце видео я поставлю ссылочки. Переходите, смотрите, пишите комментарии, интересуйтесь. В любом случае рекомендую вам изначально работать с собакой по воспитанию, по дрессировке, а потом только применять те или иные моменты и то советов специалистов, инструкторов, с которыми вы работаете. Что еще хотел сказать, чуть не забыл. Очень важны два момента. Во-первых, любые корректирующие ошейники, любые корректоры, парфорсы, электроошейники, ДДТП, вообще любое снаряжение с корректирующим свойством категорически не рекомендую применять собакам меньше 6 месяцев. Минимум 6 месяцев можете начинать что-то применять, если есть на это нужда. Не делайте так, что щеночек не успел нормально социализироваться, ему все интересно, он ко всему хочет подойти, а вы все думаете, что он тянет поводок и начинаете уже приобретать какие-то парфорсы, навешивать на него или такие корректоры. И этим только разрушаете контакт, только нарушаете его нормальный процесс социализации. То есть, первый момент, не применяйте корректирующее снаряжение к собачкам меньше 6 месяцев. Второй момент, когда вы одеваете удавку или ошейник, корректор, всегда одеваете вот грубо говоря вот так, вот это вот мордочка собаки, у вас кольцо идет снизу, а вытяжка идет сверху. То есть, не наоборот, не вот так, потому что так вы будете просто залавливать и никакого влияния нормального ничего не получится. Потому, всегда одеваете вот так вот. То есть, если вы идете вот как, ну, принято вообще собака слева, вы справа, а ошейник одевается вот таким вот образом мордочку собаки. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Еще раз будут вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на этот канал. Приятных и позитивных прогулок с вашим питомцем. И до новых встреч на канале Sound Elimination. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok